Ради комфорта проживания, детских игровых, спортивных площадок и территорий для отдыха, оборудованных по последним стандартам благоустройства в Щелковском районе с каждым годом становится всё больше. Порядка 50 дворов в этом году будут реконструированы по программе «Комфортная городская среда». Площадки, вошедшие в план благоустройства, осмотрели депутаты районного совета, а также городских и сельских поселений. В Литвинове у домов 1 и 2 первыми в посёлке установят камеры видеонаблюдения. Они помогут в борьбе с вандализмом. По просьбе жителей у дома 12 обустроить пространство для отдыха. Законченный вид получит детская площадка в соседнем дворе. Озеленение заделаем в этом году, приведём её в порядок. На детской площадке на Димитрово 59 в Загорянском по просьбе родителей в этом сезоне песочное покрытие заменили на резиновое. Установили по периметру ограждения, а тропинки заасфальтировали. В Гребневском, на улице Лучистый, дом 5, дворовая территория дополнена новыми игровыми элементами и парковочным пространством. Сколько всего дворов у вас? Дворов у нас всего 11. 11 дворовых территорий. Сколько уже благоустроено? Благоустроено у нас порядка 8-9 дворов. То есть вам осталось? Нам осталось на будущий год. Ту планку, которую поставил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв, она выполняется чётко. Так, допустим, у нас в Гребневском поселении, в Турбинском поселении количество неблагоустроенных комплексных дворов осталось 10%, не больше. То есть это то, о чём мы говорили, что за 5 лет, начиная с 2015 года, мы благоустроим все дворы. Но вот мы это реально видим. 34 двора отремонтируют в городе Щёлково. На улице механизаторов дом 3 в микрорайоне РТС приступают к строительству спортивной площадки с элементами озеленения и освещения. Работы должны быть завершены к концу августа. Двор на Толстинской 6 депутаты посчитали незаконченным. Не решены вопросы отвода осадков, нет ограждения по периметру. Мы сейчас говорим о том, что надо где-то искать средства для того, чтобы это сделать. Потому что вот это, конечно, неправильно. Сегодня мы видим, что есть уже замечания, и с ними надо бороться. Поэтому контроль ведём от начала по ходу работы и в результате приёмки будем также жёстко принимать, чтобы выполнили все работы, как прописано в контракте. Завершено строительство игрового комплекса на Сиренево-5. Местный детворе он сразу же понравился. На этом месте были очень маленькие качели и старые горки. Эта площадка больше мне нравится. А что там в ней такого необычного? Ну, на ней очень много лазилок. Этим летом дворы в микрорайоне Финский 9 дропе 1 и Центральный 9 пополнили новыми конструктивными элементами, как и Большой двор на Толстинской 21-24. Площадь этого двора составляет более одного гектара. И вот здесь проходит его дооснащение спортивными и детскими тренажёрами. Вот за моей спиной новые поставленные в этом году тренажёры, ну а это детская площадка. И мы видим, что её очень полюбили дети. Программа благоустройства находится в действии. И депутаты намерены дальше контролировать её выполнение. Хотелось, чтобы эта программа продолжала, имела своё развитие. И, конечно, губернатор сейчас выдвинулся на второй срок, на избирательную кампанию. И хотелось бы пожелать ему успеха, чтобы жители поддержали. В этом году в городских и сейских поселениях приведут в порядок 51 придомовую территорию. По заключённым контрактам работы должны быть завершены к 30 сентября. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково».